Здравствуйте, дорогие друзья, с вами программа «Всегда ваш Марк Котлярский» и уже в традиционном цикле бесед с интересным человеком у меня в гостях сегодня Юлиана Винник. Здравствуйте, Юлиана. Здравствуйте. Рад вас видеть опять у себя в гостях, преподаватель, лингвист и вообще интересный человек, ну и красивая женщина, к всему прочему. Мы сегодня будем продолжать с ней говорить о Сербии, но решили мы затронуть интересный аспект, который, как мне кажется, заинтересует многих. Скажем, это отношение, вообще отношение мужчины и женщины в Сербии, и в частности затронем ряд вопросов, специфики, что ли, этого региона, что они всегда интересны, то есть мы-то мыслим всегда какими-то некими общими категориями, но оказывается, есть какие-то отличия. И вот Юлиана, которая прожила определенное количество времени в Сербии, мы вот перед тем, как, значит, записывать нашу программу, с ней говорили, действительно, она указала на некие определенные специфические особенности, о которых хотелось бы поговорить. Вот, и у нас есть даже план такого разговора, и решили мы, что мы начнем с вопроса, скажем, сепарации семей, то есть насколько вообще семья значима для сербов, и вот эта сепарация, о которой вы говорили, что имеется в виду, и почему она, как вы считаете, Юлиана, есть некий признак, некая примета, что именно вот сербов, именно сербского образа жизни? Ну, во-первых, сербский этнос, он сложился в достаточно специфических условиях, то есть он всегда был в центре Европы, и притом окружен, ну, я бы так сказала, недружественными по отношению к нему народами. Поэтому в каких-то своих аспектах, в определенных, они очень консервативны, и я думаю, такими же и останутся. Касательно сепарации, я могу сказать, что ее просто не будет, этого не произойдет, потому что любой серб, сейчас даже, ну, без половой принадлежности, мужчина или женщина, он всегда выберет свой клан, свой клан, свою семью, своих родственников, и, например, ну, я думаю, что трудно им понять вот такие любовные метания, да, там, когда, это, знаете, как в пьесе «Шалом Алейхима», я, кстати, и читала, и в театре «Шалом» в Москве смотрела вот этот спектакль «До слез», что называется, когда люди в погоне за мечтой оставили родительский дом, вернулись уже в лучах славы и поняли, что лучше бы их родители были живы. То есть вот этот момент, он, конечно, действительно очень трогает. Сербам вот это не понять. То есть они всегда выберут свой клан, никогда против него не пойдут, ну, потому что это будет иметь для них серьезные последствия, он большей частью клана не будет. И когда женщина, ну, я сейчас говорю вот именно о женщинах, потому что у сербов стало, я бы так сказала, тренд такой появился, жениться на, прошу прощения, ну, да, жениться, чуть не сказала выходить замуж, жениться на женщинах из бывшего Советского Союза, потому что это считается очень круто и престижно. Вот как-то так. В мегасластные времена такого не было. Но женщина должна понимать, что когда она попадает в семью серба, она всегда будет, ну, либо приветствуемой гостью, либо, наоборот, нежелательной персоной. И если она будет персоной нежелательной, то брак, скорее всего, распадется. Окей, понятный вопрос. То есть там достаточно вот эти условия, достаточно суровые, домостроевские. Да, да. Получается, что именно поэтому там какой-то особой сепарации быть не может. Окей, тогда переходим плавно отсюда ко второму вопросу, который вы озаглавили как некая, так сказать, культ девственности. То, что досталось сербам, как я понял, вообще по наследству от турков. Да, то есть, как бы, в чем это выражается? В чем это заключается? На основании чего вы сделали такой вывод? Вывод такой я сделала на основании своего опыта и рассказов моих соотечественников, соотечественниц. Кстати, очень много людей из России и стран СНГ там проживает, особенно на севере страны, но об этом как-нибудь потом можно поговорить. То есть культ девственности выражается в том, что очень-очень любят в обществе вот это порицать. Ну, например, если женщина, ну, скажем так, раскрепощенная, я сейчас не говорю ни в коем случае о вульгарности, то есть нет, вульгарность – это совсем другое понятие. Но если женщина, ну, вот раскрепощенная, знаете, в таком, в американском стиле, я бы сказала, там, может как-то носить брюки, ногу на ногу положить. Вот да, да, вплоть до такого, что, ну, скажем так, не тушуется в присутствии мужчин незнакомых, там, свободно им руку протягивает. Хотя вот здесь тоже, знаете, такое социальное лицемерие немножко присутствует. Потому что в Сербии вообще, мне, кстати, очень нравится эта традиция, люди здороваются за руку. Мужчины, женщины просто вот протягивают руку. И, ну, вот я себя комфортно в таких условиях чувствую, когда там руки не целуют ничего, а просто вот как бы жмут друг другу, так, равноправно жмут друг другу руки. Мне вот это, например, комфортно. Но при том, если женщина такая вот открытая, общительная, то обязательно в обществе от мала до велика, вот все возрасты, что называется, будут обсуждать ее, выдумывать ее несуществующую сексуальную жизнь, и что она развратная. Ну, то есть надо быть, знаете, такой скромной девушкой с косичкой, и тогда все о тебе будут хорошего мнения. Очень любят в сербском обществе обсуждать, а кто гулящая, и вся родня у нее такая. Если она там, я помню, был даже такой случай, там я вмешалась, ну, просто вот мне стало обидно, потому что, ну, вот, и вообще я не лезу в такие обсуждения, но там действительно мне стало просто обидно, и я встряла так вот, по нахалке, что называется. Обсуждали женщину, которая там приходила на достаточно тяжелую работу, ухаживала за пожилой бабушкой, там старушке было 94 года, и вот она приходила, там ее выгуливала, ну, в общем, все, что надо делать в этой ситуации, делала, то есть всю черную работу. И вот эту женщину стали обсуждать за спиной, что она лесбиянка. Я такая шокировалась, я говорю, ну, во-первых, почему лесбиянка, а во-вторых, говорю, какое вам, в общем-то, дело? Вот, ответ такой был. Меня просто он поразил, что, а я вот видел или видела, уж не помню, кто именно это сказал, но что она там целовалась с другой женщиной где-то там у магазина. Ну, там просто у меня как-то так возмущение взяло. Я говорю, послушайте, ну, а какое вы имеете право обсуждать, во-первых, чужую личную жизнь, а во-вторых, ну, у вас нет доказательств, может быть, это ее сестра была, они там щеку поцеловались, и что же теперь, сразу лесбиянка? Ну, то есть логика мне непонятна, и давайте, говорю, со мной такие вещи обсуждать не будете. То есть я понимаю, я там, может быть, резко поступила, но вот я вот такое не люблю, все-таки выросла в России, где, ну, вот такого культа девственности не замечала. А вот, например, в восточных странах, ну, вот на Кавказе такое есть, я сейчас не буду уточнять, в каких именно странах, но, в общем, присутствуют, присутствуют. Это вот арабские страны все, я много путешествовала, много общалась благодаря своему английскому, знаю, о чем говорю. Турция туда же, ну, то есть вот мусульманский Восток, это все вот, вот это, знаете, слухи, да, как в фильме «Орел девятого легиона», ну, фильм уже голливудский, в Британии всегда так много слухов, ну, вот это Восток и это Сербия. Ну, вот через турок они вот это все впитали. Ну, то, что вы говорите, кстати, для меня совершенно неудивительно, потому что это больше смахивает на действительно, на восточную ментальность, где культ девственности достаточно серьезно укоренен, как бы, да, это достаточно, это очень серьезная проблема, потому что, которая, кстати, многие обходят стороной, потому что я вот знаю, мы с моим приятелем сейчас, журналистом, занимаемся неким исследованием, может быть, мы даже сделаем большой материал о том, что вообще вот этот сексуальный вопрос, вопрос сексуальной недовлетворенности служит очень часто поводом для выброса агрессии, для, так сказать, своего рода сублимации, таблимация, которая, так сказать, перераскивает, вот это все, суровые вот эти правила, особенно вот в арабском мире, да, они очень часто толкают людей на какие-то совершенно необдуманные поступки, на которые, может быть, здравым, имея ясной памяти, они бы никогда не решились, если бы все было нормально, да, то есть вот это все вот из-за этого насаждаемого культа девственности, который, на самом деле, попадая, скажем, в ту же Европу или попадая там еще куда-то в страну, где этот вопрос так остро не стоит, они сразу же про все эти правила забывают и пускаются во все тяжкие. Да. И, так сказать, на это никто не обращает внимания. Странно, что это вот перекинулось на Сербию, которая, казалось бы, да, вполне себе европейская страна, и вдруг такой, как говорил гоголевский герой, такой и примат неожиданный, да, вот. Но вот в свете этого возникает, вытекает второй вопрос. То есть, окей, так это понятно, и это вы обрисовали достаточно четко картину того, что там происходит, окей, но как противодействие вот этому культу, противодействие вот этому достаточно ханновскому подходу к вопросу, да, наверняка должен быть все-таки Сербия европейская страна, да, должен быть какой-то феминизм, что ли, я не знаю. Вот, как бы, один из вопросов, который вы написали мне в плане, к программе, это феминизм в Сербии. Так вот. Так что-то, что-то со звуком, я сейчас вас не слышу. Марк, что-то, что-то, вот, все-все, теперь отлично. Нормально, да? Я говорил о феминизме в Сербии, да, так сказать, и как о естественном продолжении той ситуации того культа девственности, тех отношений, которых вы сказали, да, и что из себя тогда представляет феминизм в Сербии? Как феминизм в Сербии пытается бороться с этим явлением, и что, на ваш взгляд, он вообще из себя представляет? Феминизм в Сербии – это действительно отдельная интересная тема. Я недаром ее отдельным пунктом выделила в нашем плане, потому что феминизм в Сербии, он на редкость адекватен. Он действительно адекватен, и, например, в отличие от России и стран СНГ, где женщины не могут определиться, это как в том одесском анекдоте про крестик и нижнее белье. Да, 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 либо крестик с ними, либо трусы одень, да. Да, 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 вот так же и здесь, где вроде, ну, я опять же сейчас оговорку сделаю, что я больше говорю сейчас постсоветское пространство, да, вот обсуждаю, это Россия, Украина и Беларусь, потому что там у меня родственники, контактов много. Насчет мусульманских республик бывшего Советского Союза я просто, наверное, не буду арбитром, пока просто промолчу недостаточной информации. Вот как-то слышала от одной своей хорошей знакомой, которая вышла замуж за турка и всю жизнь прожила в Киргизии, по национальности она татарка. И вот она рассказывала то же самое, что очень любят в Киргизии люди всех национальностей обсуждать, вот насколько женщины гулящие или не гулящие. Ну вот единственный пример, это вот насчет Киргизии есть, про другие страны ничего не скажу. Но вот в России, Украина и Беларуси это, наверное, такое пространство, где женщины с одной стороны хотят рулить, хотят править миром, вот эта вот власть женщин, девочки сверху и все такое. Но с другой стороны обижаются, если им не дарят цветов, если там к ним не относятся, как к такой девочке-девочке. Ну должен же ты быть настоящим мужчиной, а я должна быть такой женственной. То есть они не могут определиться вообще, кем они хотят быть и для чего. Киргизии, несмотря на свою такую очень специфическую ментальность и близость с мусульманским Востоком, которая впиталась во время турецкого владычества. Сербы, кстати, вот очень такой важный момент, ремарка. Сербы очень любят это отрицать. Они, если им скажут, что, ой, да это слово же в языке у вас турецкое, вот, например, там чай, кофе, или, например, вот башта, огород. Баш, это значит очень, например, баш лепье, то есть очень красиво. Я говорю, так это же турецкие слова. А я, поскольку полиглот, я турецкий тоже учила когда-то. У сербов сразу там злость в глазах, ноздри краснеют, белеют. Ничего турки здесь не оставили, говорят они, и я их понимаю прекрасно на самом деле. И то, что сербская, это сербская кафа, ну, сербская кафа, это сербский кофе была. Это турки у нас научились готовить. Ну, я не спорю, потому что вижу, что это вот такое болевая точка, и, конечно, давить на нее не буду. Но сербки, они как раз четко определились в плане феминизма, что им нужно. Им нужно равноправие, им нужна вот такая вот свобода в разумных рамках. И они действительно, если хотят свободы, то они там не флиртуют, не пытаются быть более женственными, чем они есть от природы, каждый, опять же, по-своему. И в этом плане мне вот в сербском обществе было находиться очень комфортно и приятно. То есть, особенно это вот в больших городах. За спиной, понятно, за спиной вот по-восточному такому, да, стереотипу, по-восточному, скажем, вот этому хвосту, вот такой пышный хвост, как у лисы. Вроде цивилизация давно уже поменялась, а вот этот турецкий хвост такой пышный и красивый остался. Что, да, вот будут обсуждать, кто гулящий, кто нет. Но в лицо там никто себе не позволит ни скабрезности, ни сальности каких-то. То есть, все ведут себя очень учтиво, тактично. Ну, за спиной, конечно, будут обсуждать, куда же без этого. Где, как говорится, людей за спиной не обсуждают. Но у них просто свои там, да, вот свои ключевые моменты обсуждения. Но в обществе, вот как ни странно, да, вот парадокс, но это так, что за спиной будут обсуждать, при том в обществе находиться очень-очень так вот прилично, комфортно. Не чувствуешь себя вот как в мусульманском обществе, например, вот, ну, поскольку говорю, что много путешествовала. Естественно, зная специфику, я всегда в Египте, вот, в Тунисе, в Турции очень скромно себя вела, одевалась, ну, голову не покрывала, как бы нет необходимости. Но всегда вот это были какие-то закрытые одежды. Понятно, там ничего такого провоцирующего. Ну, мне так было комфортнее в этих странах. А, например, я не была в Йемене, как-то не приходилось. Это не очень туристическая страна, но туры туда все равно есть. И там женщины вообще, даже туристки надевают, как называется, вот есть, я знаю, есть никаб, есть чедра. В общем, такое одеяние, где только глаза. Все. То есть женщины-туристки тоже носят так. Ну, видим, их об этом просят, чтобы не было неприятных моментов. Это называется голубия. Ну, мы немножко отошли от темы. Я хочу все-таки... Сейчас, наверное. ...в феминизме. Так как вообще к феминизму относятся в сербском обществе? Как к феминисткам относятся? Насколько сильны их позиции? Насколько... Или они так вот как-то под сурдинку больше действуют? Потому что из вашего объяснения я понял, что вы говорите, что они знают, чего они хотят, эти феминистки. Но они как-то так вот достаточно тихо себя ведут, насколько я понимаю. Или нет? Или радикально достаточно? Так же, как их коллеги в Европе, скажем так. Потому что в Европе феминист. И в Израиле, кстати, тоже очень воинственный, очень громкий. И их слышно всегда и везде. Да, об этом я читала. Знаете, они себя ведут как раз очень адекватно. То есть такого воинствующего феминизма нет. И нет такого хейта в адрес феминисток, ну, поскольку нету провокации. Как бы нету огня, нету и дыма. Позиции у них достаточно прочные. То есть женщина там может подать, например, заявление за харассмент, домогательство. Но, тем не менее, агрессии вот такой нет. И вот еще раз хочу сказать, да, что мне поэтому в Сербии находиться очень комфортно. Ну вот, надеюсь, так и дальше будет. И, ну, скажем так, нету каких-то блогов, таких воинствующих в интернете. Там нету, ну, то есть нету провокации, нету и хейта. Феминизм имеет крепкие позиции, на мой взгляд, но вот без излишеств. И тоже такой важный момент. Женщины, которые настроены феминистически, они, как правило, не спешат вступать в отношения с мужчинами-сербами, ну, то есть со своими согражданами. Потому что знают вот этот патриархат, эти домостроевские традиции. Очень многие феминистически настроенные сербки смотрят больше в Западную Европу, стараются найти мужа там. И вот это для меня тоже, ну, я ситуацию изучала, и частично ее изучила, продолжу изучать и дальше. Но я обратила внимание, сколько в Сербии, несмотря на то, что это так называемая страна женихов, мужчин значительно больше, очень много сербок, не замужем, причем и там в 20 лет они не замужем и не торопятся. Есть там лет и 40-45, живут с родителями, им комфортно, они работают. Ну, как бы вот о замужестве они не думают. То есть вот именно потому, что не хотят попадать в эту, ну, вот в эту зависимость, что ли, от клана мужа. Потому что мне даже рассказывала одна женщина, она замужем за русским, ну, живут они в Сербии, то есть они из России, живут там. Она мне говорит, ты знаешь, Юлиана, я даже вот заметила, как тут девушек воспитывают с детства, что если там задумаешь когда-то выйти замуж, будут там себе предлагать руку и сердце, то обязательно присматривайся к свекрови. То есть предлагают просто вот искать себе семью по свекрови. Потому что понимают, что у молодой невестки слов в этом доме практически не будет. И лучше найти общий язык со свекровью и дружить с ней, ну, чем враждовать. Так что вот не все женщины этого хотят. И, конечно, вот феминистически настроенные больше смотрят на Запад. Понятно. То есть, окей. Это вообще, я считаю, что это нормально. Это хорошо, когда все в меру. Потому что, когда, так сказать, все начинает переходить какие-то границы, на самом деле превращается в свою полную противоположность. Да, бывает. И тому, что, к сожалению, мы, да, очень много свидетельств тому имеем. Окей. Следующий пункт очень любопытный, который вы обозначили. И он очень интересный, мне кажется. Вы обозначили особенности сербской ревности. Да. Что это, как говорят по-украински, что это действительно такая за особая сербская ревность? Что вы выделили ее в особый пункт, Юлян? В чем заключается особенность этой сербской ревности? Ой, это именно что? Отдельного пункта прям подчеркнутого заслуживает. Это вот все пересекается с нашим культом, ну, с нашим упомянутым, я имею в виду, культом девственности, вот этим вот порицанием в обществе свободных женщин. У них это, знаете, это вот как такой национальный спорт, я бы сказала. То есть, понятно, что там повода для ревности не было. И, допустим, ну, кто-то посмотрел, или там с братом поздоровалась. И мужчина прекрасно знает, что это брат, там, допустим, его девушки, или брат его жены. Ой, а что это ты с ним так? А что у тебя с ним есть? То есть, сразу начинаются какие-то подозрения. Но у них это что-то вроде забавы, такой вроде, ты меня не любишь, ты меня не ревнуешь, там, а, все, там, может начаться битье посуды, ну, в общем, в лучших таких южных темпераментных традициях. Ну, а потом все устаканивается до очередного повода ревности. То есть, у них, похоже, если ты меня не ревнуешь, то, значит, ты меня не любишь. Значит, не считаешь меня своей собственностью, не проявляешь эти замашки брутального самца. Вот, кстати, с брутализмом и такой самцовостью в Сербии все в порядке. Там вот, если у нас в России сейчас, ну, не сейчас оно зародилось давно, а сейчас оно действует. Вот это вот мужское движение, так называемое, Олег Новоселов, я знаю, вот его создатель. И, в общем, давайте, ну, я, конечно, сейчас так очень грубо и вульгарно об этом скажу, об этом движении, потому что мне оно непонятно, и я в такие, ну, видимо, повезло с окружением, просто не попадала вот к таким мужчинам. Что, значит, женщине там надо знать свое место, давайте покажем, что мы брутальные мужики, чтобы она там и рот лишний раз боялась открыть. Вот. То в Сербии как-то нет. Там все мужчины, вот мужчина идет, грудь вперед, плечи назад. Ну, в общем, несет себя, вот знаете, такой самец. Причем у них это видно в мальчиках уже с переходного возраста, что все, я мужчина, я властелин вселенной. Вот прям это транслируется, транслируется. И вот у них, ну, даже вот очень много такой... Вообще, в общем, это вот, может быть, так в тему, мы не знаем, может быть, не очень в тему упомянуто будет. Очень популярен спортивный стиль одежды, спортивных магазинов очень много, причем таких достаточно дорогих, с качественной одеждой. Оба пола используют спортивный стиль, но девушки больше спортивные в такой, в сторону гламура, а мужчины в сторону брутальности. То есть вот это да. Но это больше, знаете, маска такая, имидж. На самом деле с сербским мужчиной можно договориться, с ним можно иметь дело. Надо просто, чтобы вот этот вот, знаете, чтобы вспышка эта у него прошла. Вот он разозлился, вспыхнул, ну, пришел в себя, давай дальше общаться. То есть вот так вот, надо, чтобы эта вспышка прошла. Поэтому вот эти вот приступы ревности, это не то, чтобы он там нанимал детектива, чтобы он за женой следил. Это как в фильме с Ричардом Гиром и Даяной Лейн, неверная. Там муж просто вот реально начал расследование, и все это закончилось печально, могло бы еще печальнее закончиться. А в Сербии это больше как национальный спорт такой. А кто это с тобой был? Женщины тоже ревнуют. То есть, а что ты с ней так любезно разговаривал? Да, то есть, хотя это может быть там соседка, с которой знакомы 200 лет, и однозначно у них отношений, кроме как там помахали ручкой друг к другу, нету. Но все равно. То есть у них это признак любви и страсти. Ты меня не ревнуешь, значит, ты меня не любишь. Как-то так. Да, любопытно. Значит, следующий вопрос вы обозначили, как тоже некое специфическое понятие для Сербии, это сербский инат. Значит, я когда готовился к программе, я посмотрел, что это такое, и нашел очень любопытные высказывания одного сербского писателя, который говорил о том, что у Сербии есть на самом деле два бренда. Это Каймак и инат. Значит, Каймак – это сыр известный сербский, а инат очень сложно определяется, с этим сложнее. Но это, скажем так, я прочитал любопытно. Это как бы можно в какой-то степени выразить знаменитой одесской фразой «Назло кондуктору куплю билет и пойду пешком». Да, да, да. Это вот делать все назло, наперекор. Вот инат – это вот чисто, как утверждает опять-таки этот сербский писатель и те, кто объяснял это понятие, что вот инат – это типично сербская черта характера. Это специфическое, то, что отличает сербов от многих других. Вот насколько это верно, Юлия? Это абсолютно верно, на все там тысячу процентов, даже не сто, а именно тысячу, потому что это явление, оно даже серьезнее и брутальнее, чем сербская ревность, упомянутая выше. Это проявляется, опять же, у обоих полов в любом возрасте, что старики, да, вот там противничают, что подростки, извините, козлят вот таким инатом, там своим родителям и прочим родственникам. Это вот как «Назло маме отморожу уши». Проявляется это во всем, и это тоже вот надо уметь, ну, мне, как иностранке, к этому, конечно, приходилось привыкать, но я поняла, что если вот просто, ну, знаете, это как вот лошадь там, захотела побегать, ну, пусть побегает, пусть побегает, потом все равно успокоится. Поэтому инат, это действительно, это вот все назло. И слово даже не переведешь на русский язык какими-то, ну, буквального перевода нет. Но это вот действительно, вы правы, когда заметили, что там «Назло кондуктору куплю билет», «Назло маме отморожу уши». Я помню, как-то, ну, был такой случай, что я там с одним человеком, ну, скажем так, возник у нас конфликт интересов, и этот человек взял, ну, это, знаете, это взрослые люди, то есть это вот наш возраст, это не ребенок, так, на минуточку, да, то есть это не сын, там, не племянник. В общем, взял зарядное устройство от моего ноутбука, вот этот вот провод, который подсоединяется к розетке, и куда-то его спрятал, и потом сам не смог найти. Пришлось новое покупать. Я так и говорю, да зачем? Я говорю, я тут вообще уже в истерике, у меня же вся работа на ноутбуке, ну, там файлы мои, все, говорю, как же я работать-то буду? А он мне так и сказал, это я тебе, как вот они говорят, баш-зенат, баш-зенат, то есть чисто из ината сделал. Ну, в общем, я, конечно, была злая на него ужасно, потом мы весь город объездили, причем ездили из маленького города специально в столицу, потому что, ну, в маленьком городе вот этой марки техники вообще нету. Ну, в общем, я говорю, ну, вот хорош твой инат, нечего сказать, сам теперь меня возишь, бензин тратишь. Купили, не подошел этот кабель, в общем, пришлось. В итоге мы его разыскали, но это заняло где-то дней пять, дней пять, не меньше, потому что там всем звонили, я в интернете там уже находила аккаунты, торгующие вот этой маркой, даже самые крупные говорили, что нет, вот с этой маркой не работаем. Ну, просто вот, конечно, вот такой инат, вот я на себе это конкретно испытала, ну, а так и в мелочах, конечно, проявляется. Это тоже мне один серб, уже другой признался. Я, говорит, в детстве, когда на папу и на маму злился, я им в кофе подсыпал что-нибудь. Отцу соль, а маме сахар. Я говорю, ну, слава богу, что хоть не пургенты им там подсыпал. Да, может, что-нибудь еще похуже подсыпать, да. Да, любопытно, очень интересно. И последний давайте нами пункт, мы, кстати, обратите внимание, мы с вами обходим, я думаю, что это, в принципе, ну, наверное, это как у всех. Да, вот вы знаете, что я как бы в свое время с моим коллегой Петром Люкинсоновым написал книгу «Евреи и секс». Я думаю, что вряд ли такая книга, возможно, была бы там типа «Сербай секс». Я думаю, что это как бы, это настолько тривиально, что мы даже это не обсуждаем с вами. Но последний пункт мне тоже очень понравился, который вы обозначили, значит, не романтичность, а практичность. Что вы имеете в виду? Что сербы чужды романтике вообще, то есть, а именно больше в отношениях между мужчиной и женщиной больше практичности? Вы знаете, у сербов везде больше практичности. В отношении ко всему и со всем. То есть, с работой. Ну, во-первых, начинаю. Вот я тут, поскольку сама преподаватель, то затрону тему образования тоже. Например, в Сербии школа построена таким образом, что последние два или три года старшей школы, получается, они уже дают человеку специальность. То есть, кто поумнее, поспособнее, у кого там финансы есть, могут продолжить учебу в высшем учебном заведении, кто-то может в армию пойти, но даже перед тем, как пойти в армию, уже будет иметь какую-то специальность, чтобы, например, даже в армии уже работать, ну, в каких-то, служить в каких-то определенных войсках. И вот это, на мой взгляд, очень грамотно. Человек хотя бы поймет, вот его это область или все-таки нет. Хочу учиться дальше или вот этого достаточно. Вот это тоже такая своеобразная практичность уже иметь специальность. А что касается именно отношений между мужчиной и женщиной, то люди из бывшего СССР, и в том числе из России, они не понимают, ну, как это мужчина не дарит женщине цветы. Я помню, одна женщина, она как раз вот такая вот чисто советская по своему времени, родилась в 60-х, и она просто вот, ну, возмущалась там просто с желчью такой, именно с желчью, потому что, говорит, чтобы серп тебе цветы принес, это, говорит, умереть надо. Каждую субботу будет, значит, на могилу букеты тебе приносить. Я говорю, так зачем же так? Во-первых, может, живые цветы дарить. Я, например, живые цветы люблю, поэтому я не страдала в серпской атмосфере. И мне, кстати, дарили цветы именно живые и те, которые я люблю. Ну, вот орхидеи, например. Я их выращиваю, когда-то там еще активнее выращивала. Но потом они, например, ну, как-то к гламуру они иногда тянутся. Ну, все-таки Восток, вот это вот восточный шик, да, есть у них, есть такое. Но они больше, вот у них это выражается, наверное, в том, чтобы этот гламур создавать в доме. То есть, например, не покупать какие-то там дорогущие айфоны в кредит, будучи студентом там или студенткой. А вот, например, лучше там какую-нибудь качественную, там, хотелось сказать, телевизию. Ну, телевизия женского рода, телевидение во сербском языке. Это еще и телевизор. То есть, купить лучше какую-нибудь хорошую технику для дома. Вот, кстати, несмотря на то, что в ментальности много восточного, к украшениям там как-то равнодушны. То есть, серьги, вот эти бусы, ну, как-то, ну, скажем, любят, но умеренно. В России вот это любят больше, я заметила. В России любят больше. Вообще, сербы – это такая нация, мне в них тоже это очень симпатично, вот все в дом. То есть, женщины, мужчины, все в дом. Поэтому вот из-за этой их практичности у них нету вот таких заброшенных сельских, ветхих избушек, как, например, ну, то, что вот я вижу в России, особенно в глубинке. Ну, потому что живу-то я в мегаполисе, здесь уже таких избушек, ну, если только там просто единичные экземпляры можно найти в Ближнем Подмосковье или Дальнем. А вот в глубинке, конечно, вот таких домов больше. В Сербии, несмотря на то, что высокая, высокий процент безработицы, страна небогатая, экономика еще полностью не восстановилась после известных событий военных. Но все-таки люди очень домовитые, дома все добротные, то есть никакого намека на нищету и убогость нет. Вот в соседней Боснии и Албании там действительно не считая убогость. И, например, вот серп, никакой серп не будет стараться очаровать девушку, там, даря ей какие-то бриллианты на свои деньги, купленные или в кредит. Ну, не принято у них это, даже среди такого более состоятельного населения. Ну, они больше смотрят вот именно на практичность. Насколько это пригодится, какая с этого польза и надо ли это вообще. Вот мне эта черта в них очень симпатична, потому что вот это вот, надеюсь, я никого не обижу своими словами, но вот эта черта русского человека, знаете, как у киса Воробьянинова, который бывший светский лев решил поразить Лизу широтой размаха. Там все свои деньги, которые у них были на очень важное дело, да, припустены, промотал с Лизой в ресторане, с молодой девушкой, которую он так хотел поразить. Вот такого от серба ожидать не придется, поэтому многие женщины, особенно такие вот советской закалки, их вот это очень злит. Ну как это пришел без цветов? Ну я не знаю, меня веселит скорее. Я, видимо, уже менее советский человек, хотя тоже, конечно, советское воспитание присутствует. Ну как ты подарил цветы? Хорошо. Ну не подарил? Ну ладно. То есть для меня это не катастрофа. Ну вот для кого-то это очень такой ранимый момент, поэтому я этих людей тоже понимаю, просто озвучила свою позицию. Понятно. Нет, ну это самое, о чем ты говоришь, Юлиан? Вы очень корректно все высказались. То есть и все, опять-таки мы предупреждаем, еще на прошлой программе говорили, что каждый из нас рассказывает свое собственное мнение, каждый из нас имеет право на свое собственное мнение, как бы вы человек наблюдательный, это как бы ваше наблюдение, это ваши выводы. И это понятно, я считаю, что это в порядке вещей. Ну окей, хорошо. Я думаю, мы все вопросы осветили в достаточной степени, уложились во время, отведенное в нашей программе. Я очень вам благодарен, за то, что вы так хорошо подготовились. Я надеюсь, нашим телезрителям, кто смотрит нашу программу, это будет интересно. И мы продолжим. То есть это вторая программа из цикла наших передач, посвященной Сербии. Но я думаю, что мы с Юлианой затронем и другие вопросы, не только связанные с Сербией, а возможно еще и коснемся вопроса изучения языков, там может быть, ну тема мной, подсказывайте темы, если вам что-то интересно, мы с Юлианой с удовольствием подготовимся, это все осветим. Ну окей, на этом я заканчиваю программу и напоминаю, что у меня в гостях была Юлиана Винник, преподаватель-лингвист, специалист по Сербии, не только по Сербии. И подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал, ставьте лайки, внизу под программой адрес телеграм-канала, куда я вас тоже приглашаю подписываться, потому что это видео будет выложено и на моем телеграм-канале тоже. Всего доброго, до следующих встреч в эфире, дорогие друзья. Спасибо еще раз, прекрасная Юлианна. Спасибо вам, Марк. Субтитры сделал DimaTorzok